Приветствую вас, и проблему, которую вы описываете, можно разделить на две условных части. Первая часть – это то, что произошло с вашим мозем, его изменения, его резкие изменения. И по сути, то, что вы выразили одним словом, условно говоря, является очень важным. Потому что, если первые месяцы после свадьбы мужчина полностью вас устраивал, а потом внезапно все изменилось, то есть он перестал ходить гулять, перестал ходить, хотеть веселиться и так далее, и так далее, то есть стал домоседом. Значит, на него что-то повлияло. Понятно, что вы, по сути, видите сейчас перед собой совершенно другого мужчину, не того, за которого вы выходили замуж, и не того, в которого вы, собственно говоря, влюбились и которого вы полюбили. И понятно, что ваши чувства сейчас, они как бы по инерции. То есть вы любите уже не его, а образ того, кем он был. Это понятно. Но давайте все-таки вернемся к тому, о чем я сказал. Момент, в котором все изменилось. Попробуйте его разобрать. Хотя бы сами для себя. Сами для себя подумать, что могло заставить мужчину так поменять свое поведение, так резко поменять свое поведение. Ведь у него же были желания, да, у него были друзья, у него был какой-то досуг, и дома он оставаться не хотел. А все-то произошло далее. Почему внезапно такая перемена? Скорее всего, на него что-то повлияло. Что-то, о чем он вам, возможно, не сказал. Что-то, о чем вы, возможно, не догадываетесь. Что-то, что вы упустили из вида, но что-то очень важное. И вот об этом и нужно поговорить. Понятно, что если вы спросите мужчину, он вам, скорее всего, скажет, что все хорошо. Потому что, если что-то есть, то оно для него достаточно болезненно. Если что-то есть, то ему тяжело с этим мириться, и он не может, не хочет вам об этом говорить. Но тем не менее, это что-то, оно, ну, по сути, разрушает ваши отношения. И чтобы этого не было, чтобы ваши отношения все-таки сохранились, я думаю, что вы не хотите расставаться, да, чтобы ваш брат сохранился. Нужно вам самой начать эту проблему решать. То есть, самой предложить своему мужу какие-то варианты проблем, которые могли оказать на него такое влияние. Откровенно, что, прости, дорогой, но то, как мы сейчас живем, меня не устраивает. То есть, важно, чтобы вы были честны. Честны с собой, а с собой вы честны, и честны с ним. Потому что он, ну, хотя бы ради того, что между вами было раньше, достоин того, чтобы вы ему сказали все, как есть. Пока же вы просто терпите. Значит, что вам нужно сделать? Вспомнить обстоятельства того, когда он перестал хотеть ходить гулять. Вспомнить то, что было перед этим. И подумать, что могло на мужчину так сильно повлиять. И об этом не поговорить. Скажите ему о том, что вы, ну, во-первых, нужно его расслабить, чтобы он не обижался, не воспринимал все-таки то, что вы ему говорите. Скажите ему для начала так. Что вы принимаете его желание, что вы понимаете, что он этого сейчас хочет. Вы не пытаетесь его изменить, но вы не понимаете причин такой резкой перемены. И вы подумали, что, может быть, что-то случилось с мужчиной, что-то изменилось в нем и изменилось в негативную сторону. И если его сейчас это беспокоит, если он чего-то боится, чего-то опасается, то, может быть, вам стоит поговорить? Предложите ему разговор. Предложите ему обсудить то, что с ним произошло. Потому что слишком резко, по крайней мере, из вашего письма это вытекает, слишком резко все изменилось. А значит, у этого есть причины. Пока вы этих причин не знаете, но, тем не менее, они важны. И если вы хотите отношения сохранить, то об этих причинах нужно разговаривать. И понимать, что с первого раза мужчина вам ничего не скажет. Вам нужно раз за разом терпеливо в течение определенного времени пытаться до него достучаться. Пытаться предлагать свои варианты причин, чтобы хотя бы на его отрицании понять, что же его все-таки беспокоит. Думаю, по его реакции вы сможете определить, что ближе к правде, а что нет. Конечно, можно гадать о том, какие причины повлияли на мужчину. Например, ремки, например, нежелание быть с вами, чтобы вы заглядывали на других мужчин. Может быть, это то, что у него было всегда, но он это скрывал, чтобы забывать вас. А сейчас, когда вы уже с ним, вы его жена, он думает, что вы от него никуда не денетесь, он проявил наконец себя истинно. Но это нужно уточнить и друзей, как именно был. Может быть, что-то еще. Может быть, радиотическое поведение, сценарии родителей, как они на него влияют, но тем не менее. И в конце разговора, вот если разговор непродуктивный, то есть если вы не видите, что мужчина идет на контакт, то в самом конце разговора, но не первого, а третьего или четвертого, вам нужно ему сказать откровенно, что вы его любите, что вы его, как бы, уважаете, вы принимаете его поведение, но вас от него здраво, вы хотите больше, если мужчина не будет меняться, то, скорее всего, он вас потеряет. И если человек действительно вам не дорозит, он будет что-то делать. Ну, а если он не дорозит вами, то, соответственно, делать ничего не будет, и тогда смысла продолжать отношения у вас нет. Это первый момент. Второй момент. Второй момент заключается в том, что вы пишите, вот, вы любите его, он любит вас, он добрый, ласковый, заботливый, но при этом, при этом, вы пишите, что он ленивый, никогда ничего не может решить, вся ответственность на вас и так далее. Я могу, конечно, ошибаться здесь, в этом месте, но, мне кажется, наблюдаются противоречия. Как добрый, ласковый и заботливый мужчина может быть одновременно ленивым, ничего не в силах решить и всю ответственность перекладывать на вас? А как это тогда проявляется его ласка и забота? Ведь ласка и забота – это активность, а вы описываете его как пассивного человека буквально в следующей строчке. А значит ли это, что вы сами не до конца понимаете, что вы чувствуете ему и не до конца понимаете, что вы хотите от него получить? Вы также называете его чуваком и вопрос – он был таким всегда или нет? Далее вы пишите, что у вас проблемы в интимной сфере, он вас не возбуждает и, в общем-то, вы не получаете удовольствия. Опять-таки, вопрос – а раньше, что вам нужно было? Что вам нужно было ради получения удовольствия? Что вам нужно было для этого? И почему это ушло? То есть, что конкретно вы потеряли? Ведь мужчина тоже, вы даже, отношения между вами те же, но только со стороны мужа что-то пошло не так. И, возможно, у него проблемы. Какие это проблемы? Не совсем понятно. Вы пишите, что все изменилось, и также пишите, что три месяца назад он уволился, но на новой работе у него тоже не сложилось. Если именно три месяца назад, когда он уволился, все изменилось, то, простите, мужчина почувствовал себя в капкане. Он почувствовал себя неполноценным, неуверенным в себе из-за того, что у него нет работы и, возможно, чувствовал себя недостойным того, чтобы, например, ходить куда-то показывать друзьям и так далее, потому что у него нет работы. Он чувствовал себя ниже других. Если так, то ему требуется вашей поддержки. Пока, на личную жизнь, на интимную жизнь, вам нужно немножечко закрыть глаза, постарайтесь вновь научить мужчине ощущение, что он уверен в себе, что он может все сделать и стимулируйте его к тому, чтобы он искал работу, если дело в этом. Но если изменилось все раньше, значит проблема в другом. И эту проблему нужно искать, выявлять и думать, как ее можно наличить. Еще раз повторю, отвечая на ваш вопрос, значит, действительно ли все плохо. Понимаете, термин плохо означает ваше восприятие. Вот то, как вы все описали для себя, да, для вас все плохо. Потому что вас это не устраивает. А для мужчины все хорошо, но его все устраивает. И я думаю, что вы не получаете удовольствия, вы не получаете удовлетворения, вы не чувствуете, что вы реализуете с этим мужчиной, и это плохо для вас. И чтобы все изменить, чтобы стало лучше, не обязательно прям расставаться. Сперва попробуйте выявить причины такого изменения у мужчины. Потом попробуйте простимулировать его поиск от работ. Потом намекните ему на то, что если он не изменится, у вас возможно не будет решива. Потом предложите какое-то время побыть раздельно. И вот только потом, если все это не простимулирует мужчину к тому, чтобы начать менять свое поведение, только потом можно говорить о том, что вам нужно расстаться. Но и то расставание в вашем случае не будет чем-то простым, потому что вы уже мужчина, а значит вам предстоит разводный процесс. И в процессе развода мужчина также может увидеть, что он реально вас теряет. И это может его столкнуть к тому, чтобы начать что-то делать. То есть понимаете, не обязательно и не нужно сразу рубить все мосты. Но нужно постепенно, постепенно защищать свои интересы. То есть не нужно менять человека. А значит вы не сможете изменить взрослого зрелого человека и заставить его делать то, что ему не нравится. Этого вы сделать не сможете. Но вы можете, принимая его и принимая его интересы, его взгляды, сказать, что вы также заботитесь и о своих взглядах. И если мужчина предпочитает делать то, что хочет он, не обращая на вас внимания, то вы соответственно можете делать также. И это неминуемо приведет к тому, что вы и расстанетесь. Потому что, ну понятно, если каждый человек будет делать то, что хочет он, то ничего общего в итоге не останется. И вот есть вопрос в том, хочет ли мужчина это допустить или нет. Дорожит он вами или нет. Если вы говорите, что он любит вас, то он, как только поймет, что ситуация очень серьезная, начнет что-то делать для того, чтобы вас удержать. И вот это станет началом вашей, ну скажем так, новой жизни. А если его любовь, она чисто внешняя и завязана на том, что ему с вами комфортно, то ему с вами удобно, тогда он ничего не будет делать и еще больше будет вас обвинять, высказывать претензии и так далее. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то еще вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.